Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается двойственной позиции по актуальным событиям и соответственно реакции на эту двойственную позицию автора вопроса, который находится за границей. Автор вопроса, который живет в Европе. Автор вопроса испытывает некоторую тревожность по поводу этой двойственной позиции и не всегда знает, как реагировать. Хотя партнер, с которым автор вопроса ведет диалог и отношения, ей очень нравится и она хочет поддерживать с ним отношения по-преднему хорошие и хочет, чтобы она приняла уже ее позицию автора вопроса. Ну и спрашивает, как бы, кто что думает по этому поводу. На мой взгляд, вопрос задан не совсем корректно, потому что мы не можем обсуждать третьих лиц. Мы не можем гадать, почему она делает то или иное. Вот, и я бы сказал, что в целом от вашего текста больше идет некой такой собственной такой неуверенности в себе. Вот, собственно, такой вот тревожности собственного, ну, вероятно, неумения или нежелания или отсутствие привычки. Полагаться на себя, на свое собственное отношение к любому событию, к любому стимулу, который возникает. И получается некий ориентир на то, что приходит извне. На мой взгляд, это в купе с некоторой, ну, само собой, ценностью человека, вот. Вероятно, несколько этой ценностью, ну, может быть, преувеличенной, да? И создает для вас такую вот непростую ситуацию. Я думаю, что вам вести, если с ней и вести себя как-то, то вам вести себя с ней желательно максимально естественно. То есть, ну, будучи собой. Если вы по той или иной причине боитесь, если вы по той или иной причине как-то, как-то вот, ну, стесняется. Знаете, как-то вот, ну, стыдитесь, может быть, своей реакции, своего выбора, да, своего решения. Если вы именно, именно вот как-то стыдитесь этого, то, конечно, это, на мой взгляд, повод для того, чтобы поработать с психологом. Именно, именно по вопросу какой-то уверенности в себе. Именно по вопросу, именно по вопросу, так скажем, готовности какой-то к, ну, к отвержению, да, потому что вас могут отвергнуть, вот, вам могут, ну, условно говоря, дать отворот-поворот, да, вот. И, само собой, если вы этого не принимаете, если вы, вот, как-то, ну, не знаю, прилагаете силы для того, чтобы этого избежать, например. Вот. То, конечно, будут проблемы и никаком таком легком общении, да. На никаком легком контакте, конечно, речи идти не может. Это, ну, на мой взгляд, более чем логично. Поэтому нужно вот этот аспект, который я озвучил, скорректировать. И вы, на мой взгляд, сможете свободнее общаться, ну, вот, с человеком. То есть, если, вот, сейчас, если сейчас, на данный момент вы не можете этого делать. Да, ну, есть, так скажем, обстоятельства определенные, которые вам этого сделать, вам это сделать мешают. Вот. Вот. Ну, просто их не будет. Дальше. Что еще хочется? Что еще хочется сказать? То, что вот в таком неком вашем, ну, желании, чтобы вас приняли, чтобы она приняла вашу, ну, точку зрения, да, чтобы она приняла вашу позицию. То есть, в этом каком-то желании чувствуется, что вы, возможно, не принимаете себя. Вот. То есть, есть вот такое ощущение. Я, опять же, могу ошибаться в данном случае, могу быть неправ в данном случае, но вот, очень выглядит, очень выглядит все так. Вот. Был бы рад, ошибиться, правда, был бы рад, если бы это было не так, а не так. Ну, вот, пока, судя по, ну, судя по вашим словам, да, судя по тому, что вы описываете, вот, я бы, конечно, однозначно сделал такой вывод. То есть, вот, есть ощущение, что вы решаете, вот, ну, некоторую, вот, свою проблему во взаимодействии, в контакте с этой девушкой. Вот. То есть, речь идет не только о том, что у вас есть к ней симпатия, да, и так далее. Речь идет именно о том, что, вот, вы именно, именно, именно пытаетесь решить какую-то, ну, некоторую свою проблему, вот, за, условно говоря, ее счет с ней. Хорошо ли это для вас? Нет, нет, это нехорошо. Это нехорошо, потому что вашу проблему человек может и не решить, да, и, в принципе, не решит ее. Вот. Вот. А вы, ну, как бы, будете, ну, продолжать, вот, что называется, оставаться в том, что вас беспокоит, да, в том, что вас тревожит и так далее. Вот. То есть, как бы, обратите, пожалуйста, внимание на то, вот, как вы спрашиваете, вы спрашиваете, ээээ, почему она так себя ведет, не ли сумерит ли она, и так далее. То есть, это вот, именно такая история про тревогу. Это история именно про тревогу. Про вашу тревогу, про вашу тревогу, что важно. Вот. 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 С это вы, с это вы, с это вы, вот, вот. Это вас беспокоит. Как, 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 как. Эээ, это вы, вот, как-то, ну, не знаю, не уверенно не доверяетесь ей, да, и так далее. И, эээ, речь идет не о том, как, как вот, ну, Но, как мне представляется, речь идёт не о том, что вы должны ей доверять, вы не должны ей доверять. Если не хотите, не можете, то вы не должны, речь идёт немножко не об этом. Речь идёт именно о том, что вы не доверяете себе. Вот такой аспект я бы хотел отметить сейчас именно с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения своего опыта, который у меня есть. Вот. И я очень надеюсь, что вам это поможет, очень надеюсь, что какую-то вот пищу для размышлений у меня вам дать получилось. На этом всё. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Обращайтесь в свой автор'а на сейчас. ВоО. До свидания. До overly content. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...